Доброго времени суток, друзья! С вами снова Александр и Ирина, и мы продолжаем читать каноническую Библию на русском языке, в синодальном переводе. И сегодня мы уже во втором послании Коринфянам, в седьмой главе. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. «Вместите нас! Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти, не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей, ибо когда пришли мы в Македонию, плод нашим не имел никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от ненападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел бы, но вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя, не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованным и радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде. Если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Глава 8. Глава 9. 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 Глава 10. 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 А в личном присутствии слаб и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах и в посланиях заочно, таковы мы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благодарствованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш. Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались Господи. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Глава 11. Ну если бы вы несколько были снаходительны к моему неразумию, но вы снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую деву, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безместно проповедовал на Евангелии Божии, другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание до служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался, и постараюсь не быть вам в тягость. По истине Христовой во мне скажу, что похвалайся я, не отнимется у меня в странах Ахайи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые же апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Но что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я. А не евреи и я, израильтяне и я, всеми Авраамова и я, христовы служители, безумие говорю, и я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробиваю в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лужебратьями, в труде и безнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневность течения людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, на кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хиста, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царь Ореты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал рук его. Глава 12. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю. Вне ли тела, не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собою же не хвалюсь. Разве только немощами моими? Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превзносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны. Утручать меня, чтобы я не превзносился, трижды молила Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатья моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия хвалясь. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами. Ибо чего у вас не достает перед прочими церквами, разве только того, что я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы действовали, ни одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это возлюбленное к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись на чистоте, блюдодеяний и непоответствии, какое делали. Глава 13. В третий уже раз иду к вам. При устав двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. И теперь отсутствую, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищите доказательства на то, что Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и растет в немощи, но жив в силу Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним в силу Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете. Или вы не знаете самих себя, что Христос в ад. Разве только вы не то, чем должны быть. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем должны быть. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть. Но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Об этом и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу это в отсутствии, чтобы в присутствии не употреблять строгости по власти, данной мне Богом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, совершайтесь, утешайтесь. Будьте единомысленны, мирны. И Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Послание к Галатам, апостола Павла, глава 1. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквям галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века и по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы, призвавшего в вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благоествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благоествование в Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли убождать стараюсь? Если бы я и поныне убождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. И вы слышали о моем признем образе жизни в его действии, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. Я преуспевал его действия более многих сверстников вроде моего, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим перед шествием не апостолом, а пошел в Аравию и опять созраться в Сардамаск. Потом спустя три года ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня, а в том, что пишу вам пред Богом Нилгу. После этого отошел я в страны Сирии и Килики. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда ныне благовествуют веру, которую он прежде истреблял, и прославляли меня за Бога. Глава вторая. Потом через четырнадцать лет опять ходил я в Иерусалим, с Варнабу, взяв с собой Этита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знатнейшим благовествование, проповедуемое мною и язычникам. Не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь, или подвязался? Но они Этита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкратшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступали и не покорились, дабы истинно благовествование сохранилось у вас. И в знаменитых, чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовествование для обрезанных, не обрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и вранаве руку общение, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже вранава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всем, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться веру во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веруя в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Глава третья. О, несмысленные галаты! Кто прелестил вас в непокоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли законы сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующая суть цены Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятву. Ибо написано, проклятсяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано, проклятсяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христоса и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Братья, говорю вам по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему, но Аврааму даны были обетомания и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном и семени твоему, которая есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Но если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал он и по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукового посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий желтворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа и Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, нет язычника, нет раба, нет ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то и всеми Абрамова и по обетованию наследники. Глава 4. Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенном. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваших духа сына своего, пьющего овоочи. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знавши Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги. Ныне же, познавши Бога или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы, вы ничем не обидели меня, знаете, что хотя я в немощи, плоти, благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Иисуса Христа. Как вы были блаженны, свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истинно? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по ним. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем, только в присутствии у вас. Дети мои, которых я снова внук как рождение, доколе не изобразится в вас Христос? Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас? Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Об этом есть и насказание, ибо два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агай, ибо Агай означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющих мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. Глава 5. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игурабству. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо в Иисусе Христе не имеете силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истиной? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверена вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себя осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн Креста прекратился бы. О, если бы были удалены возмущающие вас. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к увождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга выгрызайте и съедайте, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вождение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу протеются так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, не потвердство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнезд, фраз, при разногласии, особозны, ерести, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царствие Божие не наследуют. Бложе духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать или друг другу завидовать. Глава шестая. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите времена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело и тогда будет иметь прохвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый принесет свое бремя. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не слабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Видите, как много написало вам своей рукой. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только Христом, Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, тем, которая поступает по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощает меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Аминь. Послание к Ефесянам, первая глава. Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесянаме, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделали с наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и Вы, услышав Слово Истины, благовествование Вашего спасения и уверуя в Нему, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть долог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о Вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за Вас, Бога, вспоминая о Вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал Вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца Вашего, дабы Вы знали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих под действием державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главу и церкви, которая из тела Его полнота наполняющего все во всем. Глава 2. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам Вашим, в которых Вы некогда жили по обычаю мира, сего по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатой милости, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживил со Христом благодатью, вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах вот Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Иисусе Христе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, чужжены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда, далеко стали близки кровью Христовой, ибо Он есть наш мир, соделавший из обоих одно и разрушив состоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью, своей закон, заповеди и учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на Нем, и пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе, и так вы уже не чужие, и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, выше утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в Святой Храм Господе, на котором и вы устрояете и в жилище Божие Духом. Глава 3. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайной Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом Его и пророком Духом Святым, чтобы и язычником быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благоествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать и облагоествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывающейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известная через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которому Он исполнен во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колено перед Отцом моим, Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долготает глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение и любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотой Божию, а тому, кто действующий у нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Глава 4. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смирно мудрием и кротостью и долгоцепением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над теми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, принял плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы напомнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для создания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть в главах Хистос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи поморщены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце, да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу, кто крал, впредник, оди, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Глава пятая. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу. Долгоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также и спернасловие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынок противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Вы же обнаруживаемое делает, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, ибо все делающееся явным, свет есть. Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего, Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену и любят самого себя. Ибо никто никогда не имел мненности к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилипится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайность ей велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви, так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Глава 6. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твою и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долговетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал рабный или свободный. И вы, Господа, поступайте с ними так же, умеряя строго, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолевшее устоять. Итак, станьте, приспоясавшись через слава вашей истинной и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которому вы сможете угостить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, а со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благоествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, а дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, ибо всем известит вас тихий, возлюбленный брат и верный в Господи служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь в веру от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Послание к филиппийцам апостола Павла. Первая глава. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении и утверждении благовествования вас всех как соучастников моих благодати. Бог свидетель, что я люблю вас всех в любовью Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христовым в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большим успехом благорестования, так что узы мои о кресте сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начались большую смелость и безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто думая увеличить тяжесть уст моей, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благорестование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием в духах Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью или то, или смерти. Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Лечит меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Дабы похвала вашего Христа Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благоествования Христова, чтобы мне придули и увижу вас или не приду услышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру и в английскую и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предназновение погибели, а для вас спасение и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Глава вторая. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по всемиридно мудрою почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду ставках человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развощенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самым и вы радуетесь и сорадуетесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никакого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. И так я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать вам Эпофрадита, брата и сотрудника из подвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас зашел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы и не прибавилась мне печаль печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе за всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за делу Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Глава 3. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезания, мы, служащие Богу, духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел ччитою. Да и все почитаю ччитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от сего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, и силу воскрестения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его. Чтобы достигнуть воскресения мертвых, говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь не и достигну, или я, как достиг меня Христос. Иисус, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же Вы о чем иначе мыслите, то и это Бог Вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил Вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева. И слава их, в сраме, а не мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Хиста, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет самообразно славному телу Его, силу, которую Он действует и покоряет себе все. Глава 4. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой. Стойте так, Господи, возлюбленные, умоляю Еводию, умоляю Сентихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и Тебя, искренний сотрудник, помогая им, подвязавшимся в благоествовании, вместе со мною, и с Климентом, и прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь, кротость будет Ваша, да будет известно всем человеком. Господь близко. Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет Ваши сердца и помышления Ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте, чему Вы научились, что приняли, и слышали, и увидели во Мне, то исполняйте, и Бог мира будет с Вами. Я весьма возрадовался в Господе, что Вы уже вновь начали заботиться о Мне. Вы и прежде заботились, но Вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатках. Все могу в укрепляющем Меня, Иисусе Христе. Впрочем, Вы хорошо поступили, приняв участие в Моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благорестования, когда я вышла из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме Вас одних. Мы и в Фессалонику и раз, и два посылали не на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода умножающегося в пользу Вашу. Я получил все и избыточество. Я доволен, получив от Епофродита, посланное Вами, как благовонное курение, жертву приятную благоугодную Богу. Бог мой, да восполнить всякую нужду Вашу по богатству своему в славе и Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют Вас, находящиеся со Мною, братья. Приветствуют Вас все святые Анны и Патчи из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми Вами. Аминь. Послание к колосянам апостола Павла. Глава 1. Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа. И Тимофей, брат, находящимся в колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать Вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа всегда молясь о Вас, услышавшие о вере Вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное Вам на небесах, о чем Вы прежде слышали в истинном слове благорестования, которое пребывает у Вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между Вами, с того дня, как Вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от епофраса возлюбленного сотрудника нашего, верного для Вас, служителя Христова, который возвестил, который и известил нас о Вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о Вас и просить, чтобы Вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы Вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии и с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего Вас к участию в наследии святых во свете, избавившего Вас от власти тьмы и ввершего в царство возлюбленного Сына Своего, которым мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога, невидимого, рождённый прежде всякой твари, ибо им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или, господствовали, начальствовали, властили, всё им и для него создано, и Он есть прежде всего, и всё им стоит, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нём обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой всё, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное, и вас, бывшие некогда отчуждёнными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благоествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем, ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святыми Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумняя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь в силу Его, действующую во мне могущественно. Глава 2. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владе Кии и Верополе и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все закровища, премудрости и ведения. Это говорю для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуюсь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа, посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлеклась философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которая есть в голове всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял Его от среды и пригвоздил ко Кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомещище, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обращает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрием и изнурении тела, в некотором небрежении, а насыщении плоти. Глава третья. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесной Бога, а горним помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и долослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, спернасловие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Христос. И так облегитесь, как избранные Божьи и святые, и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облегитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладышествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспеваем в сердцах ваших Господу, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Его Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем привинуйте к господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служители Господу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах, будьте постоянны в молитве, бодруствую в ней с благодарением. Молитесь же, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и возок, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь, благоразумно, пользуясь временем, слово ваше, дабы я всегда с благодатью, приправленная солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам тихий, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. Санисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас, Аристар, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие, при мне отрадуют. Приветствует вас, Евпафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас, и о находившихся в Лаодике и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев Лаодике и Нимфана, домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодики, прочитайте и вы. Скажите о Хрипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствую моей рукой, Павловой, вы помните узы мои, благодать со всеми вами. Аминь. Первое послание к фессалоникийцам, апостола Павла, глава первая. Павел и Силуан и Тимофей церкви фессалоникийцев, Боге Отца и Господи Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за вас, за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. Непрестанно помятуя ваше дело веры и труд любви и терпения и упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом Нашим, зная избрание ваше, возлюбленное Богом братья. Потому что наше благоествование у вас было не в слове, только оно и в силе, и во Святом Духе, и со многими удостоверениями, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявшие слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, а оно и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинным, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Глава 2. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганных в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестия Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестия, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов волоскательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческие, ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходиться с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать им не только благовестия Божьи, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не оттяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестия Божие. Свидетели вы и Бог, как святы и праведны, и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, попросили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев. Которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас гнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам, говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меры грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, бы прозлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана, ибо кто наша надежда, или радость, или внеец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его, ибо вы слава наша и радость. Глава 3. И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и привез нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим, ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего не доставало вере ваше. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Хистос, да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными в святыне пред Богом и Отцем нашим, в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Глава 4. Засим, братья, просим и умоляем вас с Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде, мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, и так непокорный, не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним, ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвое во Христе воскреснуть прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга с ними словами. Глава 5. В временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночи, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мукам, родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью и упивающиеся упиваются вино ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас ненагневно к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас и почепотайте их преимущественно с любовью заделая их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте славы, будьте долго и терпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угощайте, пророчество не уничижайте, всего испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит это. Братья, молитесь о нас, приветствуйте всех братьев лапзанием святым, заклинаю вас Господом, прочитайте послания всем святым братьям. Благодать Господу нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, первая глава. Павел и Силуан и Тимофей в фессалоникийской церкви в Боге Отце Нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца Нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верой во всех гонениях и скербях переносимых вами. Доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царство Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение и познавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которое подвергнется наказанию вечной погибели от лица Господа и от слов могущества Его, когда Он придет прославиться во святых своих и явится дивным в день Он во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Глава 2. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто же, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и привезносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускают открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет дяд от среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас с благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо они во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. Завещаем братья именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчистовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю день и день, и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам вообразить для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем, убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слово нашего об этом послании, то имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устойтить его. Но не считайте его за врага, а вы разумляйте как брата. Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами приветствуйте моей рукой Павловой, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Первое послание Тимофею святого апостола Павла, глава первая. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, мир, милость от Бога, Отца нашего и Иисуса Христа, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидания в вере. А цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нельцемерной веры, отчего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон он положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, и нечестивых, и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для челока убийств, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, для отвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено, благодарю давшего мне силу Иисуса Христа, Господа нашего, что он признал меня верным, определив на служении, меня, который был прежде хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе, верное всякого принятия достойно слова, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал свое долготерпение, все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, чести и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели какого-либо крышения в вере. Таковы и мне и Александр, которых я предался знания, чтобы они научились не богохульствовать. Глава вторая. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе не лгу, учителям язычников вере и истины. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыгливостью и целомудрием украшали себя не плетением жемчугом, не многоценную одеждую, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякую покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена прельщившись впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости села мудрием. Глава третья. Верно слово. И если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочный, одной жены муж, тресв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не биться, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание и со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещить о церкви Божьей. Не должно быть изновобращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надея вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который из церкви Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Глава четвертая. Да уже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением весовским. Через летимерие лжесловестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушались с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому и что освещается Словом Божиим и молитвы. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодный же и бабий Басень отвращайся и упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово себе верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношением терпим, что упомяем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуйся ей и учи, никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных слов в житии, в любви, в духе, в вере и чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не не ради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботе, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. Глава 5. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях, в молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы они были беспорочны. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подвижат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же, они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. И так я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом, и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Довольно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, а достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. И в описании говорит, не заграждай рта уволомолотящего и трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях, согрешающих обличай перед всеми, чтоб и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинают тебя сохранить это без предубеждений, ничего не делая по пристрастии, рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым, префей ни одну воду, но потребляя немного вина ради желудка твоего и частых недугов твоих. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Глава шестая. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол и стребролюбия, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости, подвизайся добрым подвигам веры, держись в вечной любви, которой ты и призван и исповедал добрые исповедания перед многими свидетелями. Пред Богом всем, все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал предпонтием Пилатом добрые исповедания, завещаю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукорительно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь, царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство немерное, но на Бога живого, дающего нам все обильное для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращая негодного пустословия и прикословие лжеименного знания, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь. Второе послание к Тимофею, святого апостола Павла, первая глава. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязней, но силы любви и целомудрия. Итак, не стыдитесь свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узник я его, но страдаясь благовестием Христовым силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему извольнению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем-язычником. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ирмаген, да даст Господь милость дому Анисифера, за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим чищанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Глава 2. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящему земледельцу первому должно вкусить от плодов. «Разумей, что говорю, додаст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благослованию нашим, за которую я страдаю даже до уст, как злодей, но для слова Божия нет уст. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Верное слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминаю, заклиная пред Господом, не вступать в слово прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верным преподающим слово истины. А непотребного послословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечестий, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы имени и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в Большом Думе есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеские же похоти убегай, одержись правдой, верой, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, незлобливым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Глава 3. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родители непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, креветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более страстолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Всем принадлежат те, которые радуются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истин. Как и Ании, и Амври противились Моисею, так и сии противятся истины, люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении в гонениях, страданиях, постигших меня в антиохии, иконе и листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить в благочестивого Иисусе Христе будут гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры в Христа Иисуса. Все писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Глава четвертая. Итак, заклиная тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, проповедуя слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевайся всяким долгоцерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басне. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, которую даст мне Господь, праведный судья, в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискинт в Галатию, Тит в Далматию, один лука со мною, Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихенько я послал в Ефис, когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Траде у Карпа, и книги особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львенных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки веков. Аминь. «Приветствуй Прескилу и Акилу, и дом Анисифров, и Раст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Мелите. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя и Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Фаи. Благодать с вами. Аминь». А послание к Титу. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Хиста по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, надеждой вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по велению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному Сыну, по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа нашего». «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебя приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распусте или непокорности, ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневнив, не пьяница, не биться, не керстолюбец, не странолюбив, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста, а не развращая целые домы, учащему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал, Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо, по всей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским баснем и постановлением людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, не способны никакому доброму делу. Глава 2. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и стерпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницей, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы образовляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевая быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать от нас худого. Рабов увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению спасителя нашего Бога. И появилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в Высшнем веке. Ожидаю блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличайся всякую властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Глава 3. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливым, но тихим и оказывать всякую кротость ко всем человекам, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждающие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавиделись друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие и спаситель нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости, баню возрождения и обновления святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего, чтобы, обравдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно. Я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и расприя о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика, после первого и второго разумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зиму законника я полоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах и удовлетворения необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствую тебя все находящиеся со мной и приветствую любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Послание к Филимону святого апостола Павла. Павел узник Иисуса Христа и Тимофей брат Филимону возлюбленному и сотруднику нашему и Апфии сестре возлюбленной и Архипу сподвижнику нашему и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих. Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение и вера твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены из сердца святых. Посему, имея великое во Христе дознавение и приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа прошу тебе о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда не годен для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше, раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, ты прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал мою рукой. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеюсь на послушание твое. Я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя Эпофраз, узник вместе со мной ради Христа и Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Амин. Послание к евреям святого апостола Павла, первая глава. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отца в пророках в последние днистии говорил нам сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи в сиянии славы и образ ипостаси его, и держась условно силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престолу, величию на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет не сыном. Так же, когда вводит первородного в вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы божьи, об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о сыне престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И в начале ты, Господи, основал землю и небеса делал рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обвешают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тут же и лета твоя не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Глава вторая. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещено слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознерадевший о великом атоликом спасений, которое, быв сначала проповеданным Господом, в нас утвердилось слышавшим от Него, при засвидетельствовании от Бога знаменими чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по воле Его. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говорят, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его предангелами, славу и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, что все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен предангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вошли в спасение и совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое, братьям моим, посреди церкви воспою тебя. И еще, я буду уповать на него. И еще, вот я и дети, которые дал мне Бог. И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял, он и дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов воспримет он, но воспримет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Глава 3. Итак, братья, святые, участники в небесном звании. Вы разумеете, посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую часть имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждают сердце, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердце лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо храним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем, на кого же негодовал он сорок лет, ни на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне, против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных, и так видим, что они не могли войти за неверие. Глава четвертая. Посему Бог, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою услышавших, а входим в покой мы уверовавшие, так, как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мы, хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так, «И почил Бог в день седьмой от тех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус Лавин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча об Алиюда острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. И нет тварей сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. Итак, имея Преосвященника Великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого Преосвященника, который не может сострадать нам немощи наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дразновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Глава пятая. Ибо всякий Преосвященник из человека избираемый для человека поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблудшим, потому что сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах, и никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит «Ты священник во век по чину Милхасидека». Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоволение, благоговение, хотя он и сын, однако, страданиями навык послушания и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога как превосвященником по чину Милхасидека. О всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища, всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыков приучены к развлечению добра и зла. Слава Господу, друзья, вот закончился еще один двухчасовой библейский марафон. Мы подходим к концу, и я так понимаю, у меня вообще-то жена более сильно в математике, она считает, сколько мы читаем, как и что, но походу, что мы завтра уже должны закончить чтение Библии, начав его 2 января, и вот 1 февраля мы должны закончить, удивительно, один месяц и от книги Бытия до книги Откровения реально прочитать Библию. Я считаю, что это на самом деле очень здорово, что в начале года можно вот так зарядиться на весь год Словом Божием. Здесь был очень замечательный комментарий от Александра Голобурда, который сказал, что с самого утра получить заряд Слова Божьего это очень здорово, и если здорово в начале дня получить, то как намного еще превосходнее получить в начале года, мы всегда понимаем, что начало года это предвкушение чего-то такого особенного, вот как его начнешь, так ты его и проживешь, поэтому некоторые делают определенные обещания, там, Новый год или еще что-то. Я думаю, самое лучшее обещание самому себе, наверное, это прочитать Библию. У кого-то это получается прочитать, может быть, очень быстро, кто-то просто берет какие-то методики и читает Библию по главам, по стихам, еще что-то. Мы выбрали такой для себя метод и решили сделать это онлайн, и я вижу, что это стало благословением для многих людей. Поэтому, если вы подключились только сегодня, вы с нами не с самого начала и вы очень расстроены, что позади остались 29 частей на чтение Священного Писания, вы можете или проверить мою страничку на Фейсбуке, или зайти на мой YouTube-канал Алексей Инцевич. Если вам интересно, вы просто можете написать мне лично, и я вам пришлю линк, ссылку, и вы сможете зайти туда все части того, что мы делали, уже загружены, и там есть, и вы можете читать, слушать вместе с нами, если вам это интересно. Спасибо, что вы действительно с нами, спасибо за ваши вопросы, спасибо за вашу поддержку, спасибо за ваше вдохновение. Это действительно очень приятно, очень приятно, что мы вместе как тело Христово, как Церковь Божия, как братья и сестры, просто как друзья, я знаю, что некоторые люди просто поддерживают нас, потому что им нравится то, что мы делаем, и это на самом деле очень приятно, вот так необычным образом Бог соединяет людей. Поэтому спасибо вам за ваши лайки, спасибо вам за ваши сердечки, спасибо за любые ваши эмоции, которые вы проявляете, вот, мы стараемся быть настолько же открыты и к вам также, вот, своими улыбками, хотя на самом деле бывает очень тяжело, я честно вам скажу, потому что у нас очень поздно уже, вот, и когда ты целый день отработал, вот, и садишься, и как бы, не то чтобы монотонно, мы стараемся считать с выражением, но все равно ты читаешь, 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 вот, особенно когда слушаешь к тому же кого-то, то на самом деле уже как бы и засыпаешь, но Бог дает силу для всего, поэтому мы вас благословляем, мы встретимся с вами завтра, с 10 до 12 по восточной американскому времени, для того, чтобы снова читать Слово Божие и закончить полностью читать Библию, и дальше уже будет то, что будет дальше, поэтому мы вас благословляем, желаем вам счастья, здоровья, добра, теплоты, вот, спокойной ночи, кому ложится, кто ложится спать, и доброго дня, кто его начинает, вот, пусть захоронит вас Господь, пока.